Мы продолжаем то, что мы делали уже, наверное, год назад, а именно статья о равоширке, посвященная Тубишвату, вообще вся идея понимания еды и упор, насколько я помню и понимаю, упор именно почему это связано с природ, с то, что по-русски называется фрукты, плоды деревьев, и почему это так отличается, и почему именно плоды деревьев выделены, и все. И такая тема была, что это сильно отличается от того, что есть в христианстве, можно предположить то, что есть в христианстве, а именно, наоборот, отношение к еде, именно к фруктам должно быть изначально негативное, потому что это связано с первородным грехом, как это называется, и так дальше. А вот у евреев наоборот. В общем, все на другое отношение к еде. Ну и известная формулировка рабаших, которую Афьона тоже любит повторять. Поправьте меня, если я сейчас чуток не так скажу. В общем, идея такая, что есть не для того, чтобы жить, а жить для того, чтобы есть. Такая, как бы, сначала парадоксальная фраза, и он это, до того, как мы дошли, он это, как бы, объяснял. И еще, насколько я помню, идея была про то, что вообще праздник Тубишват, как он сейчас называется праздником, да, ну, понимаешь, это не Йомтов. По-русски все праздником называется не Йомтов, как бы, день истории, который, у него есть статус галактический праздник, Йомтов, то, что называется. А это праздник, в смысле, есть, как бы, всякий ритуал проведения, есть дополнительные, там, вещи говорят, или как-то действия совершают, там, едят. Седар Тубишват, на котором плата, определенные фрукты, и все. И, по-моему, это было уже до того места, где мы его прочитали, как бы, тоже, что это, в общем, никогда особенно не считался праздником. Там, в основном, расцвет был из каббалистов ЦФАТа, да, Рафхайм Виталь, вот, который, как бы, очень поднял эту тему каббалистическую, тайные смыслы, вообще, вот, и поедание фруктов, вот, и обязательно, и именно, что это фрукты Рацисраэль, и, как бы, так дальше. Охей, ну, это, вот, как бы, то, что было до сейчас. Хорошо? Читаем, правильно? Да? Да, хорошо. Я тогда, как бы... Сейчас. Будильник где-то. Да, все, непонятно, откуда-то будильник. Так, я не знаю, что он хотел этим сказать. Окей, ахилабы к душе, а именно, еда, поедание, по-русски, это какой-то жуткий вообще глагол, ну, не знаю, еда, наверное, все-таки, поедание как-то совсем жутко, типа каннибалов, что-то, на мой взгляд. А и еда в святости, да? А у лэм и коля неймару, и как проистекает из всего сказанного выше, по-видимому, шлифи да, та, тура, эй, нэну хлим, где лихьот, эла хаим, где лейхой. Ну, вот это, что я сказал. По мнению Тора, мы идим не для того, чтобы жить, в скобках говорю, но это, как бы, пшито, это, как бы, по-простому человек должен есть, иначе он, как бы, не может существовать. А, как бы, наоборот, мы живем для того, чтобы есть. Странная фраза. Окей? Три точки стоят, ну, врач, э, врач, э, врач. Раф сам подчеркивает, что это, как бы, звучит парадоксально. Камуванбэк душа. Ну, и понятное дело, что есть, как бы, святости. Везутухлитошили Адамы. В этом заключается предназначение человека. Кахугдартовки до от бетером эхет. И так было определено его назначение. Даже не назначение, а его функция. Функция, по-видимому, да, его, как бы, действие, функция, да. Еще перед тем, как был совершен грех, перед грехом. Как сказано. Ваяцца фашемену ким аля Адам лэмор. И приказал Господь Бог человеку, говоря. Миколи цаган и холь тухаль. От всех плодов сада. И холь тухаль, это когда, всегда, когда двойное повторение, это с усилением. То есть, как бы, по-русски, по идее, переводится обязательно ешь. Не просто ешь, а обязательно ешь. И холь тухаль. Зэниш мамузар. Это звучит странно. Вэ афмацхыг. И даже вообще вызывает, ну, улыбку, не знаю, так по-русски, смех. Из-за того, что мы обычно связываем еду, процесс еды. Кэвамар – это афнома. То есть, как бы, я не думаю, что речь идет о кишечном переработке пищи. Усвоение, в принципе. Ну, усвоение, да. Но усвоение, в смысле, не животком, наверное, а, как бы, вообще, человеком, по большому счету. Такое вот слово не сразу прощаешь. Как бы именно связано с интересантными интересами. То есть, интересными прикладными пользователями. Так я понимаю. Гред – это, как бы, по-простому. Окей. Вэлору имбезе идеал. И не видим в этом никакого идеала. Окей. Ну, то есть, как бы, питательная функция. Адамо хэль киу царих лэйхоль. Человек ест, потому что он должен есть. Вот, пошла жена, хочет есть, пожалуйста. Ломи шум шизэ хашуф. И не потому, что это важно. Ломи пны шизэ эрах. И не потому, что в этом какой-то эрах ценность, смысл. Элаль мат лэйткаем. По-простому, должно существовать все. Адибур али идеал шэля архила нера мэ гухах. А вот это вообще все эти разговоры о идеале, связанном с едой, выглядят на мэ гухах замечательное слово, смехотворно. Это точно так же. Мэ гухах. Мишум шэ ану хаим ба улам на мух. Потому что мы живем в мире, ну, я хочу сказать, неизменном, но низком по-виднем. Мир, в котором ценности превращаются в потребности. И поэтому, вот из-за такого превращения, что человек, как бы у него стремление, я от себя все добавляю, у него стремление превратить все в высокое исключительное потребность. И поэтому есть эфшарут, как бы возможность, или опасность, опасность я добавил, погружение в грех. Кашер хата. Интересно, извини, перебью. Тут такой интересный момент. Мир низкий. Что значит он низкий? Потому что в нем ценности превращаются в потребности. Это как бы определение низкости мира. То есть получается, что все, что в нашем мире как потребности, возможно, в высшем мире они являются ценностями. Правильно. Да. Да. Ну, вообще, вот, если как бы ты уже задел, всегда же есть такая тема, правильно, когда что-то, даже то, что нам кажется высокое, тем не менее, может быть использовано не для самого высокого очищенного смысла. Например, когда говорят там занятия торгой. Говорят там лэшем шамаем. Человек учит лэшем лиму. Не учат для того, чтобы получить степень, быть почитаемым человеком. Ну, какие-то любые вещи, которые связаны с понятным потребностями человеческой жизни. А именно лэшем шамаем. То есть когда объяснение, кроме объяснения идеала, вообще нет. Поэтому, ну, да, 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 то, что ты сказал, это, да, действительно, то, что работает, это очень интересно. Окей. Но, с другой стороны, вроде бы привыкли считать наоборот, что вот это было бы хорошо, если бы ценности стали прям-таки потребностями. Если ты без молитвы, допустим, вообще жить не можешь. Нет, здесь другое. Как я понимаю, ну, как пишет Раби Нахман, да, что в нашем мире душа с телом поменялись местами. То есть я… Что я называю тем, что я хочу? Это то, что требует мое тело. Вот. А то, что я должен делать, например, выполнять заповеди, изучать Тору, это хочет моя душа. То есть я чувствую потребности тела, как желание, а желание души, как потребности. То есть здесь все перевернуто, да. И вот то, что ты говоришь, это как раз должно быть в идеале. То есть я должен желать того, да, ощущать своей потребностью. Какие-то высокие идеалы, да. А в нашем мире наоборот, получается. Я понимаю то, что хочешь сказать Грише. Это действительно амбивалентная вещь, правильно? Потому что, с одной стороны, действительно, как бы звучит положительно. Надо сделать так, чтобы молитва стала твоей потребностью. Но когда ты включаешь слово «потребность», то как бы это треба, это то, что у человека цоров, понимаешь? Поэтому начинается как бы амбивалентность. Человек не может жить без молитвы, так считаешь, как он не может жить без еды. Но, с другой стороны, когда это превращает в том, что у него это как бы чистая потребность, понимаешь, что, наверное, это же не совсем так. Наверное. Не знаю. Это должен быть какой-то идеал. Окей. Мы учим, что молитва – это действительно потребность души. Просто мы это… Нас нужно это из-под палки нам говорить, потому что душа от нас далеко. И в первую очередь для нас видны потребности вот этого тела. Наверное. Окей. Ну, хорошо. Продвинемся дальше. И когда первый человек, то есть Адам, он согрешил поеданием, поеданием имеется в виду, поеданием фрукта, да? Здесь слова «фрукта» нет. Он сказал «Айша шернатата имади инатна, инатна ли минаец вауха». Он сказал очень такую человеческую фразу, как обычно там говорят и дети, и взрослые, да я чего, это он. Он также и сказал «Яйша шернатата имади». Это женщина, которую ты дал со мной. Она дала мне. От этого дерева я ел. Ну, я чего? Мне дали, я съел. Нетанная лавин – это поэль ве охэль. Ве охэль, да. И съел. То есть, Раф говорит, можно понять смысл глагола ве охэль. Ну, как обычно, здесь вафф оборотный. То есть, вафф, который меняет времена наоборот. Поскольку здесь стоит в будущем времени, то мы говорим в прошлом. Да, ел. То есть, как бы, охэль – это в будущем времени. А ве охэль, значит, танахический, библический, танахка, вафф – оборотный, который превращает это в прошедшее время. Балашон авар. Ахгам балашон атиб. Но он говорит, что это балашон авар. Как вот я объяснил, да, что это по прямому спосмыслу это время прошедшее. Но также, тем не менее, в этом есть что-то от будущего. Что-то от и от сибада добавил. Раф просто говорит, но в этом есть и будущее. То есть, женщина, которую ты дал со мной или мне, дала мне от дерева, и я ел. А теперь я, как бы, буду есть дополнительные разы. То есть, такое ощущение, мне кажется, типа, как по-английски continuous. То есть, это будущее время с continuous. То есть, не просто простое. Может быть, простое иногда, насколько я помню, в Танахе и в Хумаше есть и простое прошедшее время. Без вава. Когда просто пошел, там, съел, не знаю, еще что-то. А вот этот вав, он дает такое впечатление, что он действительно технически переворачивает. Но при этом остается все-таки вкус этого будущего времени. То есть, не просто съел, а еще такое, типа, от будущего, что еще буду есть. Ну, вот мне кажется, это такая идея. А тут вообще для дрожжей годится. Да, 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 да. Ах им кодем лахэн, ахальти быцура ломы тукэнет, бепхинат, клепаку дэмет лепри. И если раньше, или кодем лахэн, до этого, до греха, может быть, да. Ахальти быцура ломы тукэнет. Я ел формой неисправленной. Нет, во время греха. Ах, им кодем лахах, но кодем лэма. Ну, не. До греха, наверное. А, ну-ка, да, до греха не ел. Ну, хорошо, да. Нет, нет, до того, как он сказал, да, что... До того, в смысле, до того, как я сейчас буду продолжать дальше есть. Да, да, да. Я ел быцура ломы тукэнет, я ел, как бы, не в правильном виде. Неправильный, ну, да. Во время греха. Во время греха, да, окей, беседа. Бепхинат, как будто, как можно сказать. Клепа кодемит лэпре. А именно, оболочка предшествует... Или там скролупа... Кожа. Дословно, кожа предшествует фрукту. Плоду, плоду, плоду. Ну, наверное, общая идея такая, что... Тогда уже кожура, да, или скролупа. Ну, кожура, да, но тут, как бы, опять, я так думаю, опять же, на хама поправить. Ну, мне кажется, это, как бы, такие кабаристические понятия. Понятно, что клепа, это не просто... Просто, в данном случае, это ложится на кожуру, кожуру этого фрукта, правильно? Ну, вообще, когда... Да, потому что это как раз... Пример, ну, орех, например, да. То, что не едят скорлупа, она первой вырастает. А то, что внутри нее орех, он уже потом формируется. Ну, да, ну, и, как бы, в любой вещи есть клепа, есть, как бы, при... В любой вещи есть внутреннее содержание, есть, как бы, оболочка, правильно? Ну, извини, все-таки, ботанический, Андрей, это не так. Да. Слушай. Ну, наверное, у разных фруктов по-разному. Ну, может быть, да. Ну, дело даже не в этом. Как это ботанические, а то, что... Клепа, да, с точки зрения кубалы, это некоторые негативные вещи, которые, с одной стороны, защищают внутренние плода, не дают им в этом мире, да. То есть они в себе внутри содержат важные какие-то вещи, свойства, идеи, идеалы. Но сами по себе, они не ценные, они неважные. Поэтому то, что он начал есть с них, это как-то сильно изменило всю картину. Окей. Ну, хорошо, пройдем дальше. Миканвы и лах, охальбах душа. А, значит, теперь, в дальнейшем, я буду есть в святости. Канне кахпереша рафашла. И так комментировал, это рафашла. По-видимому, тоже стоит в таком вафа-боротной, то есть будущее время, которое превращается на стоять. Ну, как бы, красивый дрожь. Окей. Дварим элумит кашим леет фи сато аклалит бидвар аэ, а вудат атикун, а мусорит, а мутерет аадам. И эти вещи, они как бы связаны, связываются с общим подходом в отношении той работы, которая связана с моральным переустройством, изменением к лучшему, которое возлежит на человеке. Правильно? И арау, арацон, ах лэкавэль. Зло заключается в желании только получать. Вэапуула, аютер, и офьянит лэмацапшэль кабала, и ахила. И поэтому наиболее, как бы, характерным действием, связанным с едой, является ситуация, связанная просто с простой едой. То есть, на получение энергии. Это я говорю от себя. Окей, и все. Арацон лэкавэль у... Арацон лэкавэль у... Отсмути. И вот это вот желание получать... Ну, в данном случае, получать... Получать лэмбра. Что-что? Он сильный у сотворенного лэнбра. Да. А, да. У отсмути лэнбра, да. И вот этот вот рацион получать, то есть, желание получать, а с точки зрения как бы еды, по-простому. Я хочу получить энергию. Хочу получить еду. Дай мне. Дай я ее хочу получить. Это самая простая, как бы, функция по отношению к еде, к фрукту, к чему угодно. Хватает и ест... Да, 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 да. Сейчас дальше. Да, да, да. И это очень отсмути. Отсмути – это значит очень такое сильное, притягающее желание у всего сотворенного. Шебе акдарам и кабелет хиумо мизу лато. Который по своей, как бы, структуре, по своему изначальному определению, он получает возможность существования от своего ближнего. То есть, грубо говоря, человек сам существовать не может. Он поддерживает свое существование от внешнего источника, который не он. У Базе, у Офхи, Ла-Ацона, Борэш и Кула, Ра-Ацона Ла-Ашпи. И в этом он, как бы, представляет собой противоположность желанию творца, желанию творца, которая заключается, которая вся заключена в том, чтобы Ла-Ашпи. Но Ла-Ашпи – это в смысле, чтобы влиять, в смысле давать. То есть, у Всевышнего весь, все желание это давать. А у человека, естественно, желание, все желание это получать, все начало существовать не может. Правильно? И в таком состоянии невозможно говорить о приемплении близости, ощущении близости ко Всевышнему. И исправление делается посредством работы по четырем стадиям. Первое – Ра-Ацон Ла-Кабель, Аль-Мат-Ла-Кабель. Желание получать для того, чтобы получать. У Ам-Ацаво, Шель, Атинок и Им-Ли-Дато. Ну, ребенок все время тянет руки, правильно, все время хочет что-то такое получить. Ну, вот, нормальная ситуация. Несмотря на то, что такая ситуация, она как бы положительная с точки зрения существования, либо я от себя добавляю, как бы возможности продолжения существования. Если ребенок не будет требовать тянуть руки и хватать, то он не сможет существовать. Не дай бог, перестает двигаться и требует, но все, он не сможет дальше жить. Но когда такое поведение ребенка, оно копируется, оно копируется, воспроизводится уже взрослым. И если Адам Мрашат, такой человек будет злодей. Типа человек, который только, значит, хапает, хапает, хапает. Да, вот который. Хапуга, вот, хапуга. Вот, который хапуга. Вот, хапуга – это плохо. Дальше. А можно вопрос? Да, если ты не хапуга, то можно, да. Нет, нет, это хапуга. Да, не знаю, дорогой. Ну, давай, объясняй. Можно ли это понять так, что до того, как Адам съел то, чего нельзя, то он вполне мог бы жить совершенно без всякой еды. И, следовательно, он ел эти плоды только потому, что это была заповедь. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Послушай, я как бы не знаю, в одно слово, мне кажется, что вся вот эта вот ситуация с Адамом, она как бы такая модельная, потому что… На самом деле нет такого, что неврат и сотворённый может существовать без того, что он что-то получает. Это нереально, потому что Всевышний сотворил мир таким, что он обязан получать. Вопрос в том, что он получает для того, чтобы получать, или получать для того, чтобы отдавать. Или получает, потому что такая заповедь. Что это не главное в нём – получение. Он обязан был получать Адаму, но поскольку у него была заповедь есть, он ел это ради заповеди. Это как бы одно другому не противоречит. То есть он не мог бы обойтись без еды, но он ел не потому, что… Я не знаю, трудно задавать вопросы, была ли у него внутренняя потребность, голод там и так далее. Но основной, как бы, видимо, то, что Раф Шерке, как я понимаю, хочет сказать, то он ел потому, что у него была заповедь такая, а остальное его мало волновало для того, чтобы служить Всевышнему, поддерживать свое существование для служения Всевышнего, для исполнения его заповедей. И отдавать в этом смысле, что это было бы служение Всевышнему? Да, ну а кому там? Ну, не знаю, там, жене, детям и так далее. Это уже как… Ну, мы понимаем, что Адам скорее – это модель, да? Но модель до грехопадения, она рисует, во всяком случае, как мне кажется сейчас, Раф Шерке, рисует и таким, как сказать, идеальной моделью. То есть, получение для того, чтобы отдавать, для того, чтобы служить, для того, чтобы направить позитивную свою энергию, которую ты получаешь от еды, в позитивную сторону. Это совсем не такая простая вещь, хотя могут люди заблуждаться в этом, я думаю, и говорят, я ем только для того, чтобы служить, поддерживать свое существование, не для боли, не больше. Не мне судить, не нам судить. Они нам судить. Мне кажется, что Адам как раз был на вот этой ступени, которая получения радиодачи, да? Да, да, да. Он ел почему? Потому что ему сказал, что Всевышний так делает, то есть это радиодача, но при этом он ел это получение. То есть, получается, что вот эта высшая ступень, о которой Раф Ашлах говорит, которая была первая, да, и которая будет последней в том плане, что мы должны к ней вернуться. То есть он не устал, потому что… Именно это имел в виду. Я просто говорю на вопрос Грише, может быть, он вообще мог бы не есть? Он не мог бы не есть, потому что мир не может существовать без божественного влияния, давания, не знаю. Извини, что я перебила. Не-не-не-не-не, нет проблем. Действительно, всегда… Приятнее тебя перебила. Ну, я в принципе говорю, нет проблем, все нормально. Мне кажется, вообще вот эта вот ситуация, она… Адам представляется такой ведомый, ну, такой наивняк. То есть понятно, что от него требовалось не просто там, вот ему дали там метлу, лопату, и сказали, стражи сад, там работай, будь дворником. Ему требовалось что-то другого. Он как бы не въехал в свою ситуацию, он не въехал, он не думал, он, по-видимому, не соответствовал. Другой вариант… Это трудно нам сказать, Натан, ты не можешь сейчас подходить к истории Берешит, ну, то есть Адама с точки зрения человеческой, да, поставить себя на место Адама. Поставить себя еще на место, так сказать, Авраама, мы как-то там, братцев, мы как-то мужем. А Адам – это все-таки некоторая символическая модель, неважно, был такой Адам в реальности или нет, это как раз в данном случае неважно. Важно, как мы его видим, как мы его комментируем. И поэтому сказать, вот он думал так, а она думала так, конечно, можно это все, это сказку какую-нибудь рассказать, да, я тоже этим увлекалась, когда… Ну, ответ, который я тоже… На самом деле, главное нам, вот, то, что, во всяком случае, Раф тут хочет объяснить, это вот именно то, что ты говорил, кубалистическая модель. Какая модель? Какая модель? Кубалистическая. А, да, да, да. Ну, там, склипоты и прочее, это все, так сказать, это все идеи, взятые из кабалы, но они, как бы, общие идеи такие, они, может быть, в идеальном виде в нашем мире плохо применимы. Где-то, то, что я намекаю, где-то видел человека, который получает только, чтобы оттовать, абсолютный альтруизм. Это очень трудно себе представить. Я думаю, что даже те, кто считает себя абсолютным альтруистом, на самом деле, все же таким не являются. На самом деле, придуриваются. Окей. Ну, наверное, правда… Не придуриваться, но это просто дойти до такого уровня. То, что Андрей говорил, это уровень будущего. Но это некоторый, так сказать, идеал, который мы стремимся, чтобы получать не только для себя. Ну, очень жалко, что Адам Алишон, во-первых, не учил кабалы. Тогда бы он понимал, что надо делать. Я думаю, что он учил кабалы. Потом очень жалко, что он хотя бы не присутствовал в наших занятиях. Мы бы ему, как бы, объяснили вообще, что делать надо и так дальше. Но, к сожалению, он это пропустил. Если бы он участвовал в наших занятиях, я думаю, что он бы въехал к чему-то. Я не думаю. Думаю, да. Натан, можно вопрос по ситуации с Адамом? Да, пожалуйста. Человек отвечает Всевышнему. Женщина, которую ты мне дал, это она дала мне плоды того дерева, и я ел. Правильно ли понимать, что в этих словах содержится упрек Всевышнему? Так слышится, сто процентов. Да, да, да. Нет, есть даже комментаторы такие. Есть комментаторы такие, неблагодарность просто, и все. Да, да. Сто процентов. Да, валит на другого. Валит, да? Нет, во-первых, он валит на нее, а во-вторых, он упрекает на меня дала эту женщину. И вот она все сделала. Ты виноват. Да, кроме того, ты же мне ее сам дал. Ты мне ее сам дал, она меня подставила. Ну, только какие ко мне претензии. Да, все. Да, сто процентов. Нет, он выглядит очень... Его поведение очень неблаговидное абсолютно. Выглядит... Он должен был все взять на себя, сказать... Ну, 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 ну... его греху. Все правильно. Он на нас на всех тень наложил. Окей. Дальше читаем. Тут, мне кажется, вот в этой фразе Ваухель, да, которую можно как прошедшее, как будущее, ее можно двояко понять. Охаль, я буду есть святости. Это вот как раз то, что ты говоришь, я исправлю. Да. Да, а можно понять также, я ел и буду есть. То есть мне понравилось теперь, вот есть запретное, я буду это есть. Да. Ну, она его подставила. Мы не будем сейчас разбирать все это. Если Нехама катит на мужчину, то вообще, как бы, с точки зрения мужской части, как бы, населения, да, она его подставила сто процентов. Просто и все. Своими играми со змеем и все. Эта ситуация, знаете, адюльтеры, все это повторяется. Она его подставила сто процентов. Все. Он как-то дураком себя повел, знаете, как можно сказать. То, хорошо, пойдем дальше. Дальше. Итак, мы третью степь. У нас был тенок, правильно. Второе, потом мы в угар взрослые, которые копируют тенок, и это плохо. И теперь третье. Рацион ла-шпи аль-нат ла-шпи. Ну, это супер, да. То есть, желание воздействовать для того, чтобы воздействовать. Ну, то есть, наверное, как бы, желание получать для того, чтобы получать. Подожди, мне кажется, мы второй не разобрали, который Адам Савуа. То есть, не разобрали? воздействовать для того, чтобы влиять, для того, чтобы получать. Это мы тоже очень часто встречаем в жизни. Человек, так сказать, врывается на какие-то хвосты ведущие, чтобы получить что-то от этого. Да, чтобы хапать, а как же. Все правильно. Итак, это что такое? Это как бы ситуация с ребенком. В ситуации, когда он воспитывается, взрослеет в обществе взрослых. Несмотря на то, что такой расклад, он положительный с точки зрения самого ребенка. Это будет, но когда такая линия поведения копируется взрослым, тогда этот человек, он будет а, это теперь уже не Раша, от Саво, он будет лицемерным. Лицемерным, правильно, да. Он будет лицемерным. То есть там был просто Раша, а здесь уже лицемерным. Окей. То есть человек говорит, я хочу, почему ты хочешь быть премьер-министром? Он говорит, я хочу быть премьер-министром, президентом, для того, чтобы служить народу. На самом деле он собака хочет получить всякие привилегии для того, чтобы, начиная от того, что ездит на такой машине классной и вообще всеми управляет. А ему на обществе что-то наплевать. Окей. Ну, демократическое общество такого человека сваливает очень быстро. Так, идем дальше. Значит, третье. Желание воздействия для того, чтобы воздействовать. И вот такое устремление идеалистическое проявляется в основном в, как это по-русски, в возрасте, возмужания. Ибо Итноцитсута Нишамабе Адам И это она приходит вместе с как бы Итноцитсут душа у него начинает теребиться, что-то такое, искриться, оживляться и все. То есть у него как бы появляется свой индивидуальный облик. Такая, наверное, идея. У него персональ его. Вот тогда он как бы чувствует, что он хочет тоже на кого-то воздействовать. Вместе с его естественным, как бы физиологическим я от себя добавляю возможностью, связанным с возмужанием где-то, как это называется? Где-то, ну где-то чего? Геторождаемостью функции. Да, вот такое сложное слово. Окей. Келомар латет хаим ле злато. То есть как бы в конечном смысле деторождательный процесс является в том, чтобы давание жизни другому. Мацав зе уам нам эхрехибы маабалах ит подхуд адам. Несмотря на то, что такая ситуация, такое положение, оно является необходимым в процессе развития человека. А ум и сукан. Но он, в смысле этот процесс, он опасен. мишумши эйн, миши яхоль рак ватет мильват абуре ацмо. Потому что тот, кто может только давать, это Всевышний. То, что повел ныхаму. То есть, если человек делает вид, что он как бы работает на всех остальных, сразу подозревает, такого быть не может. Ему сразу говоришь, послушай, ты вообще не святой. Всевышний свят, это его имя. Такого быть не может. За этим что-то кроется. Не обязательно сказать, что кроется, просто это нереально. Нереально, да. Окей. Нереально? Ну да, то есть, у него это не искренне занято. Нет, я не знаю, он вполне искренне так думает для себя. Мы не будем копаться сейчас в его. Не будем копаться. В его. Согласен. То, что раньше было понятно, что если взрослый человек так поступает, что это собой представляет это мотель, как тот, кто хочет влияние для того, чтобы себе плюшки всякие получать. А этот, скажем, он идеалист. Знаешь, мы тот, кто не был левым в молодости, да. А им кажется, что они сейчас наведут порядок на земле, все они делают ради всех, готовы жертвовать своей жизнью ради счастья всего человечества. Но это как бы ошибочный путь. Следующая фраза Рафшетки подводит в ему резюме. Он пишет «Кшейд навага, агут Казуму атакит социальный вугар». И то, что такое поведение под... То, что он объяснял, что с точки зрения подростка, это более-менее понятно. Когда такое поведение, оно копируется взрослым. Ана лулимли в гошмэшуга. Вот, пожалуйста, тогда мы в общем... Незопасность среди человека сумасшедшего. Либо еще хуже. Правильно, молодец. Мэшуга. А что значит Мэшуга? Ахушэф это смолэйло. Который для тебя вообще считает выше всех. Сейчас мы новый мир построим. Это то, что называется подростковый максимализм. Какая-то такая жертвенность ради идеи или ради любви, например. То, что свойственно в возрасте тинейджеров. И потом, если это продолжается, это уже ненормально. Такого человека называют Мэшуга. Не, ну как-то ненормально. А солдат на фронте, который там на амбразуру бросается. Другая штука. Он это делает аспортно. Он не хочет исправить мир. Это вообще может быть. Это человек делает он отдает свою жизнь в защиту отечества. Не для того, чтобы, в принципе, он был с удовольствием там сидел дома и с семьей. Но просто так сложились обстоятельства. Это совсем другая. Мне кажется. А там, Гриша, послушай, солдат, когда дает клятвы, я думаю, во всех армиях, просто не знаю, как бы в советской армии, не помню, почему-то как-то у нас эти военные сборы. Не помню, что там была. Ну, неважно. Была, была тоже. Может быть, да, но я не помню, честно, не помню. Но в израильской армии там сто процентов есть такая фраза, что даже если от меня потребуется отдать жизнь, то я готов это сделать. Говоря, человек подписывается просто. Идя в армию, он просто подписывается на то, что... Дело не из-за этого. Человек может не хотеть идти в армию, допустим. Да, но если он пошел в армию, он идет... Есть в этом какой-то идеализм? Идеалисты... Как это по-русски? Идеализм? Идеализм? Если не пойдешь в армию, то посадят всю ряду. Не, не в этом дело. Ну что, у нас вполне можно армия запросто, я тебе потом расскажу, как люди элементарные. Я тебе тоже могу рассказать. Так что это ничего не стоит. Один мой знаком пришел в армию, он тоже идеалист такой, он сказал, вот в Израиле угнетают расисты, такие-сякие. Его не взяли, просто не взяли в армию. Ну подожди, ему было 60 с чем-то лет, нет? Нет, мальчик, мальчик. А, мальчик. Я думал, приятель как бы нашего возраста, окей. Нет, ну я не хочу просто говорить, кто это. Моего знакомого сына, ну какая разница, какого знакомого и чего. Нет проблем. У него вот такие вот приятные... Нет, ну это прикол был, прикол был, прикол, прикол, прикол. Давайте дальше почитаем. Нет, дело же не в этом. Дело в том, что человек все же когда идет в армию, он делает это осознанно. Ну да, И он идет, это не потому, что идеализм, это не всегда вот это вот давать ради давания. Он бы с удовольствием и получал. Да. Он получает, чтобы давать, он получает от то, что в общем, в принципе, последнее вот сейчас будет, то, что желает. Он не то, что не хочет получать ничего. Он хочет получать, но он хочет получить свободную страну и защитить ее от захватчиков. Ради этого он. Окей. Ну хорошо, да, Гриш, ты хотел что-то сказать? Ну совсем одну фразу, я тоже не хочу задерживать. Насчет армии, конечно, может быть неудачный пример, но вот такие импульсивные действия, ну например, там человек видит ребенка на проезжей части, он бросается его спасать, он не думает в этот момент, что его самого собьют. Но ведь это что же есть? Ну вообще-то не про это говорить. Ты прав, да. Ты прав, но нужно вот поэтому провести границу между такими случаями и то, о чем говорится, давать ради того, чтобы давать. И что значит давание, и что значит получение в данном случае. Вот такой абсолютный интруизм, он как бы... Подозрительный. Подозрительный. Да, это некоторое, так сказать, то, что говорил Андрей, юношеский максимализм, да, это совсем не то, когда взрослый человек бежит спасать ребенка на шоссе. Да, нет, это другое, сто процентов. Окей, почитаем дальше? Мне кажется, те примеры, которые делают... В ситуации, когда тебе приходится жертвовать твоей жизнью, это очень нежелательно. Никто из нас не хочет попасть так приступать. Да, потому что ты видишь, что это неизбежно, есть более важные ценности. Не в том, что ты хочешь себя... Окей, Андрей, что ты хотел сказать? А сейчас это действительно, я понимаю твой вопрос, он очень интересный. Андрей делал вторую попытку сказать, ему не дают. То есть, вот это свойство, третье, вот это отдавать, чтобы отдавать, оно развивается в определенном возрасте, и дальше оно уже используется там для спасения ребенка во время армии, то есть, оно уже встроено в общую систему, у него уже есть какая-то настройка, моральная или общественная и так далее, да, вот, но само по себе это свойство, да, если человек только этим живет, оно как раз вот называется мешуга. Да, да, да. Если оно не встроено, да. Да. Окей. Это очень важно было это прояснить, конечно. Нет, нет, сто процентов, вы молодцы. Дальше. Далет. Четвертое. На четвертый шла, три мы прошли, да. Рацион на кобыле амет ла ашпия. Это стремление получать для того, чтобы воздействовать. Зе ахасид. Это свойство хасида, то, что называется. Шрицлеев, ботикун мусари, который преуспел в моральном исправлении. У муда, лыках, шекеневра, у он осведомлен о том, что он, как один из сотворенных, он получает, в кавычках, ну, как бы получает в кавычках, у него свойство получать, которое в нем импринтинг, оно в нем встроенное, да, исходя из его природы сотворенного, как все сотворенное. Ахумы, канэ, азу, а нет, макне, наверное, макне лэ кабалато, эрэх юви, но он, как бы, придает своему получению дополнительную, положительную ценность. Какую? Лэшпе, лэшпе нахат рох, лэйоц рох, лэшпе нахат рох. То есть, как бы, ну, если совсем по-простому, то делать приятное, как бы, окружающим. Шиамар нах... Лэйоц рох. А, лэйоц рох, да, 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 слегка, слегка. Лэйоц рох тому, кто его слышал. Шиамар вэна асэр цоно, как сказано, и мы будем исполнять его желания. Окей? Зэ исот шэлях хила бэг душа. И в этом заключается основа еды, поедания, святости. Ши коль кула лэшэм шамаем, которая вся, 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 она лэшэм шамаем, во имя небес. Вээле кивэн адамаришон, бэд шватула дебрэя шэм. И именно вот такому направлению, стремлению на это указывал адам, адам решон, то есть первый человек, своему ответь и богу. По-видимому, это опять вот отсылка к этому будущему времени. Правильно? Барур инкэн шигам эц адад, ая, мэцувэлээхоль. И при этом понятно, что и дерево познания добра и зла тоже было, тоже было в качестве заповедованного для еды. Ракши адай, но я дал его хлопык туша. Но только он, в смысле адамаришон, он до сих пор не знал, как есть его святость. То есть неправильно съел. То, что ел правильно, а как съел неправильно. Само поедание было правильный процесс. Но так как это получилось, это произошло неправильно. Адай, но я дал его хлоп их душа. Хорошо? Переходишь? Интересная тут ссылка, вот откуда все это взято. Книда Каббала, Рава Кука и Рава Ашлага. Вот эти четыре этапа, которые он здесь описывает. Интересно, что, во-первых, это из Каббалы Ашлага, такая классика. Но при этом он приводит примеры из взросления человека. И что интересно, первые три примера заканчиваются как бы там 18-19 лет. А четвертый этап, это уже Хасид. То есть получается, что взрослого нормального человека здесь вообще и нету. То есть мы проходим три этапа при своем взрослении, дальше мы как бы идем к этапу четвертому. Ну, у тебя есть выбор. Ты в своем развитии можешь прийти к этому четвертому этапу, а можешь застрять где-то в одном из первых. Или в комбинации какой-то. Иногда так, иногда сяк. Ну и вообще, это как бы схема все же. Человек иногда ведет себя в отношении одних вещей, как младенец, съедает все, до чего руки могут дотянуться. А в других ведет себя как там революционер, который там сейчас весь мир насилием и разрушен. Это не то, что есть действительно четыре типы таких, мне кажется, однозначно. Но всегда есть некоторые продвижения, должно быть, в неком смысле. вот к этому цели, тому, чтобы получать, чтобы давать, это довольно непростая штука. Все-таки очень часто. Получается, что у нас примера в себе, четвертой ступени нету. Мы знаем три ступени, то есть все мы представляем собой какой-то баланс вот этих первых трех ступеней. Если перекос куда-то, это уже ненормально. А четвертая ступень, это получается цель, к которой мы идем. Но мы не знаем, на что она похожа. Нам здесь говорится... Я не знаю, что бы сказал Рава Шлаф, но мне кажется, что все четыре как-то так или иначе во всех нас присутствуют. Просто мы не всегда можем устоять на этой ступени. Как говорится, кто поднимется на гору Всевышнего и устоит вместе его святости. Подняться можно, а устоять это много сложнее. То есть ты можешь иногда действовать действительно как хасид. Каждый человек иногда у него такие бывают. Многие люди такие просветы, когда они действительно действуют А в других ситуациях ты вдруг оказываешься, что ты не в состоянии так поступить. То есть не всегда. Так мне кажется. Это как бы некоторый идеал всегда быть такими. Но иногда быть такими, я думаю, многие люди в состоянии. Как ты думаешь? Да нет, мне так кажется, что как раз у нас нет примера четвертого состояния. Это какой-то идеал, о котором только догадываться можем. Ну, хасид, например. Это пример? Ну, пример, но это всегда другой человек. Я не был хасидом. Я только со стороны его вижу. Хотя я был вот этим их опугой и лицемером, и вот этим революционером. Да, это я знаю, что такое. Я на себе это испытал. А вот что такое хасид, я только как бы умозрительно. Но бывает, что ты действуешь не из эгоистических каких-то соображений и не из фанатических, а из желания сделать добро. Действительно, гмелуд хасидеем просто чисто, так сказать, как сказал Григорий, спасти ребенка из-под машины. То есть, то, что ты получаешь для того, чтобы использовать это для службы Всевышнего, для добрых дел. Но не всегда у меня у человека есть на это достаточная энергия. Я как бы верю, что многие люди так живут, что, в общем-то, делают очень много добра другим. Не потому, что как бы не с какой-то определенной целью, а именно для того, чтобы, поскольку так нужно и так они чувствуют и это правильно. Я вот еще хотел спросить, почему здесь используется Лехашпеа, а не просто Латет. Это такой терминологии. Да, 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 это хороший вопрос. Поэтому я несколько затормозил, когда переводил, понимаешь, потому что действительно это более высокое. это не имеется в виду как бы это, так сказать, Ашпаа, чисто такая. Можно перевести Латет, конечно, но это такая кублическая передача влияния. Лехашпеа и шефа, это же однокоренные слова. Да, да, да. То есть такая суть, что дать, как бы, все, что только возможно дать изобилие. Лехашпеа это наполнять шефа, наполнять изобилие. Вот такая отдача. И поэтому вместе с этим это влияние, что если я наполняю другого полностью с собой, то я на него влияю, то я уже нахожусь в нем. И это очень важно понять вот эту вот тонкость, казалось бы, получать, отдавать, но на иврите не так. На иврите получать или ашпеа? Ашпеи важно. Как сказала Нехама, даже я на своем минимальном мини-мини-мини уровне с отголосками кабалы, которые я слышал, ашпеи это ключевое слово. Ну, да. Иврите, в виду, конечно, божественный свет, шефа, как правильно Тимофей сказал. Да, хотя, вот я подумал, что в современном, как бы, ну, то даже не только в современном, иврит отражает, как бы, скажем, нерелигиозный подход людей, не соблюдающих, которые не заимствуют и не продолжают терминологию, скажем, религиозно-каббалистическую, например. Есть еще одна знаменитая песня «Босс Шараби», которая связана вот именно с армией, то, что Гриша говорит, и все, и которая, ну, как бы, это вообще гимн, гимн нерелигиозных людей, вот служение Родины, оно именно называется латет. Латет. Шама, вейт, алеф. Вот это именно латет. Но это, 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 как бы, ЛАШПИ это для вас, это ваши там тонкости, каббалистика. Мы латет. Это вот латет, латет, латет. Я не воспринимаю это как диалог. Может быть, ты и прав, но мне так никогда не казалось. Мне казалось, что это близкие вещи. Человеческая терминология действительно латет. 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 Да. Да. ЛАШПИ это гораздо более тонкая вещь. потому что ЛАШПИ это как бы, значит, влияет. Может быть, натурал, что это значит. Есть же как бы, есть отрицательное свойство, например, на том же на игре, ЛАШПИ, это как бы изначально положительное. Но, например, слово ЛАНОВЭТ, это означает, что ты как бы человека продвигаешь в направлении, в котором манипулируешь им, скажем так. Вот это вот АШПИ. давай не будем. Правильно? Тов, ну, хорошо. Окей. Иврита? У тебя будет время иврита? Да. Это правда. это интересно, я об этом думала, когда, действительно, почему оно пользуется имя таким языком. Может быть, мафия и прав, потому что, а слово ШЭФ, не просто давание, а давание максимальное. Ну, давание наполняет человека, да, наверное, да, наверное, да. Ну, а уж как это влияет на то, что я на него влияю или не влияю, это уже, ты влияешь на этим, как бы, наверное, на весь мир, даже не на кого-то. Я не знаю, как в Кабале, в Кабале вообще. Что-то важное внес в мир, ты не повлиял на младенца самого, да, а вот в мир повлиял на мир при этом как. Такое у меня ощущение. Давай дальше пойдем. Окей. Читайте. Читайте. Есть такое правило у нас, это я объясняю, в глухе, что во многих случаях, не во всех, не сто процентов, когда у нас есть заповедь позитивная, например, сделать обрезание, она отталкивает негативный заповедь даже за нарушение субботы, например. То есть можно буквально, ну, не важно, есть разногласия, что можно, но то, что можно делать обрезание в субботу, хотя это вроде бы нарушение субботы, это точно. Есть другие примеры, но я просто объясняю эту идею. Это не всегда работает, но во многих случаях это правило работает, что действие, позитивная заповедь, сильнее, чем негативная. И сказано дальше, мы говорили, что сначала он сказал, ешь от всех, а потом сказано, от дерева познания добра и зла не ешь. Здесь тема, и у нас возникает противоречие. Пасук ют займ, 17 стих, а у сэр алет садар бэхила, сутэр это пасук тэн займ, который, стих, который запрещает дерево познания, чтобы есть от него, он противоречит стиху 16, и тут есть у нас противоречие между двумя заповедями, митцва тосе лейхоль мяецадар, митцва тлот асе, шилу лейхоль мяецадар, одна есть от дерева познания, другая не есть от дерева познания. По правилам заключения закона, то есть лахи, когда есть у нас противоречие между заповедью позитивной и заповедью негативной, у сэ дохэ лот асе, позитивная заповедь отталкивает негативную. И получается, что в соответствии с такими правилами нужно было есть от дерева познания. Или, что талмуд мифугаж гуд, но по этому поводу есть прямое объяснение в талмуде. Что ешна хакбала леклазе, что этому правилу, которым выводили выше, есть ограничение. Энно сэ дохоль лот асе, или ши шарли кайемат шнэхэм. Оно не отталкивает, когда заповедь позитивная отталкивает негативную. Только в тех случаях, когда я не могу каким-то способом выполнить обид. Лемошаль. Брит миладу хэ шабат. Вот пример, который я приводила. Обризание отталкивает заповеди запрету субботы. Киберозе не керат митва ламуль бешмэни, потому что если она, мы отложим обризание, тогда мы не сможем выполнить заповедь обризания в восьмой день. А вальба не донэйно не тангай али кайем эт шнэхэм кайцан. Но в той теме, о которой мы обсуждаем, можно было выполнить обе. Каким образом? Спрашивает Рафжельки. Натан, пожалуйста, прокути. Да, слиха. Все правильно, отшуа. Нет, я просто подвину. Отшуа лекоши нервезит бакату отшну. И ответ на эту сложность есть намеки в самом писании. В 17 стихе добавлено условие. это сада оттовзира лотохал мемену кибайо махаларха мемену йот моттума от дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что ки или потому что или если. в общем, так или иначе, в день, когда съешь от него, умрешь, смертью и умрешь. То есть умрешь, так и умрешь. Ешь, как, усыпи от наяр. Если ха, таки да, помрешь. И тут есть дополнение, что это условие. вот этот предлог ки, который я сказала, он немножко по-другому понимается. Не потому что, а пока приблизительно. Тогда так. Что-нибудь в таком духе. И тогда мы видим, что условие выглядит так. Не ешь от дерева этого познания, все то время, пока это дерево приводит тебя к смерти. Мекан, шихая, леха, лимцо, дэрэх, лихоль, мэйцадад, бли ламон. И отсюда мы делаем заключение, что ты должен был найти какой-то путь, чтобы есть от дерева познания, но не умереть. И таким образом есть решение этой проблемы. Он пошел царэх, лихоль, мэц, а хаим, тхила. Сначала он должен был съесть от дерева жизни. Ваха, как мэцадад. А после этого от дерева познания. Потому что Адам решен, а я шуху аллах леонивер сета лефнэш аллах лешибах. И Адам согрешил тем, что он сначала пошел в университет учиться, перед тем, как он пошел учиться в Яшире. А именно, что он съел от дерева познания, перед тем, как съел от дерева жизни. ляк диметеда лехаим. Зесок она нафашил. Знание, когда мы предваряем знание самой жизни, это опасность для жизни. ки а мальут шел адам беда лефнэш испик лефнод хаяв немеем, потому что если человек наполняется знанием, перед тем, как он еще не успел построить свою внутреннюю жизнь, зэ дабар шурэгутто мэбхина рухамид. Это вещь, которая убивает его духовно. Энциклопедия мэгалэхи. И таких людей мы встречаем среди тех, кто представляет собой ходячую энциклопедию. Эн лахэм тухэн хаим пневмим, но у них нет внутренней содержания в их жизни. Гэм митим мэбхлим, а внутри себя они мертвые. Ах, кишин шеешли захэр мэагдамат а дад лихаим. И таким образом, так же, как следует остерегаться, получать знания прежде жизни, мэта 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 и от того, чтобы предавать наибольшее значение знаниям, Больше, чем устройство внутренней жизни. Если человек сначала уже съел одежды, он не должен отказываться от того, что пренебрегать деревом познания. Поскольку тогда у нас есть обязанность умножать знания. Поскольку чем больше будет у него инструментов познания, в соответствии с этим будет увеличиться изобилие жизни в нем. Если человек, который уже удостоился дерева жизни, Моэс Беда пренебрегает знаниям и только ограничивается деревом жизни, он махалэль этажем, он аскверняет божественные имя. Об этом говорил наш учитель Моэш Робейно, Моэш. Минский народ неумный. У Тергем Онкелос и перевод, переводчика на рамейский таков. Народ, который получил Тору, но не помнил. Наваль непонятно почему он перевел так, что получение Торы. Это осквернение имени Всевышнего. Невежество, да. Это условие страха перед небесами. Левнот идеал хинукит шель сгера, сгерут лидеатого ола, построить воспитательный, педагогический идеал закрытия перед знанием мира, под прикрытием увеличения Торы. То есть иногда, это я уже от себя говорю, бывает так, что люди ограничивают сейчас как раз скандал. Настя, ты видел, да? Равзей привел нам скандал в Харидимном мире, что некоторые рыбани потребовали, чтобы Министерство посвящения потребовало от хризимных федеров, младших классов, чтобы там учили математику. Ты английский? Нет, не английский. Ну две какие-то важные. Математику и английский, я думаю, да. А? Математику и английский. Ну да, два. Ну два, там два. Либо больше, по-моему, было. Ну неважно, чтобы общие образовательные предметы минимально включили. Вот. И Харидимная газета Межсемья, Межпаха, она разразилась огромной сетьей такой. Это сами Харидимные раввины, некоторые, в их числе Рав Адмор Амигур, то есть руководителя огромной Харидимной хасидской общины гурской. Его сын был в числе тех раввинов, которые обратились к правительству с такой просьбой, что потребовали введения этих предметов. Видимо, они все-таки понимают, что это вот то, что сейчас Рав Шерки говорит. Но что самое занимательное, это я так скобку замечу, то, что опубликовал Равзеев у нас в чате, это то, что для самого курского Рэба от него весь скандал вскрыли, и для него лично напечатлен другой экземпляр в газете, которой в этой статье не было. С переводом на английский? Почему с переводом на английский? Это не Мишпаха, это верный, сейчас я посмотрю, это Нейман это. Ну, хриотипная газета, какая вам разница, какая на самом деле? Это где же это было? Сейчас, это был у нас в чате, по-моему. Так они потребовали ввести вот эту математику с английским? Нет, это Амудея, Амудея, я вообще ошибаюсь. Это они потребовали ввести, да, вообще. Это большая борьба между государством и харидзимными школами, начальными, которые не хотят вводить эти предметы. Они потребовали от правительства, то есть это как бы предательство. То есть, а другие раввины воспротивились этому, да? Ну, вся верхушка, все ведущие там раввины, они воспротивились. А что самое занятное? Ну, вот, хочешь, Натан, или вот ты можешь посмотреть? Ну, послушай, ну, ты им объяснила вкратце, идея понятна. Ну, послушай, идея понятна. Просто там картинку он поставил, две, одна и даже газета, специальный выпуск для курского рэпера, в которой этой статьи нет. Это что-то, что-то, чем-то. Я вообще говорю. Цензура, что правильно, должна быть цензура. Нет, для руководителя всего это для него не дойдет никак. Все вокруг, значит, знают, а он не знает. Окей. Нет, ну, на самом деле идея, я просто хочу вернуться, это в качестве анекдота, может быть, актуалий, но вообще идея очень-очень важная, то, что Раф говорит. Это не просто, что не только землю папаши попишут стихи, ну, ты там немножко получи тора, я немножко прозанимаюсь математикой. Он говорит, что после того, как человек поднялся на некоторый уровень, когда у него устроена, построена внутренняя жизнь, когда он вполне как-то подрос. И, может быть, это можно связать с тем, что он говорил ранее, о том, что он правильно как-то направлен в отношении того, как ему нужно жить, он вырос уже, он понимает, что правильно там получать, чтобы давать, а не просто получать. То оставаться, так сказать, и продолжать только изучать второе больше ничего – это как бы застопориться на месте. Если ты не получаешь новые знания о мире, то ты не продвигаешься и вторее тоже. Это то, что Раф хочет отдать. Не только потому, что важно для жизни, важно для заработка, важно для того, чтобы включиться в государственную систему. Не только для этого, а в принципе, что человек не может ограничить свое знание только изучением вторых. Он становится в этом ограниченным. Да, Гриша. Для меня все-таки не доходит пока, что означает вот это внутреннее устройство, аналог дерева жизни. То есть, что мы все-таки должны сделать, прежде чем можно получать знания? Это важный вопрос. У меня нет на него ответа для всех случаев, для всех людей. Ну, хоть примерно. Ну, примерно то, что я сказала. Мне кажется, что это связано с предыдущим отрывком, где Раф говорит о разных типах. Там человек, который живет для того, чтобы получать, или живет для того, чтобы давать, или получает для того, чтобы давать и так далее. Если он запутан, то, что называется, он не знает, для чего он живет. У него нет явных установок правильных каких-то. Его отношения со Всевышним, они какие-то такие неочевидные. Здесь дело не в теории, а в том, что Раф помогает ему выстроить свою жизнь правильно. В какой степени правильно? Чего мы от него добиваемся? Я не знаю. Это каждый человек судит по себе, наверное. Или, если он не знает, он может с кем-то посоветоваться, с Рауом, или с женой, или я не знаю, с родителем. Ну, в таком случае… Не-не, это не шутка. Это… Я просто… Я сама придумала. Это кто-то из моих учителей говорил, что для того, чтобы, так сказать, понять себя правильно, нужно, так сказать, говорить с антагонистом, с родителями или с женой, которые тебя знают и которые тебе скажут, если ты немножко сам в растерянности. Ну, для того, чтобы посоветоваться с родителями, нужно уже вырасти, потому что из того возраста, когда человек, наоборот, антагонист с родителями. Ну, это не совет и предположение. Есть люди, которые решают это для себя, считают, что я уже вырос. Мне Тара помогла встать на ноги, понять свое место в мире. Теперь я учу математику. Теперь я учу физику. Нет, так ведь наоборот. Я-то понял по-другому, что пока ты с собой не разберешься, не начинаю учить Тору. Не-не-не, не так. Тарая не задана для того, чтобы с собой разобраться. А дальше… А дальше, после того, как ты уже с собой разобрался и Тарая тебе дала эту базис, ты можешь на этой основе умножать знания. Не только можешь, но и должен. Это Эцхаим, это Тура. А Эцхата – это наука, это другие знания всякие. Понятно. Спасибо. Хотя ничего не понятно. Но все равно спасибо. Вежливый человек. Вежливый человек. Конечно, разбирать примеры очень трудно. Потому что в каждом конкретном случае, для каждого конкретного человека это выглядит по-разному. Мы все разные. У нас разный характер. У нас разные представления о жизни. У нас… Кто-то думает, может, про себя, что я уже совершенно такой зрелый и способный. Я могу… А на самом деле он еще не зрелый, не способный и может разрушиться где-то в середине. Никто не знает на самом деле. Весь мир – это… Но мы же все, скорее всего, закончили уже институт раньше, чем первый раз увидели Тору. Все верно. Да, верно. Ну, как бы мы начинаем все сначала. Когда мы возвращаемся в Тору. Так я думаю. А иначе просто от нас что сделать? Если знание у нас уже питалось до того, как мы выучили Тору, и уже ничего не исправишь, то было бы очень грустно. Надо у Равчерки спросить. Я думаю, что человек, когда открывает для себя мир Тору, он как бы заново рождается. Не важно, он был евреем, не евреем, сделал Гиур или просто открыл для себя Тору. Когда он открыл, это так очень сильно влияет. Но вообще, главное, тут конечно, педагогическая идея такая, что сначала детям обязательно нужно учить Тору, чтобы правильно как бы найти свое место в жизни. Ну, окей. Ну, я же говорю, Гриша, это общие вещи. Когда мы возвращаемся конкретным примером, конкретным людям все может быть наоборот или не так. Или есть этому причины какие-то каждый раз? Окей. Ну, хорошо. Мы остались, Гриша, с тем вопросами. Нет, ну, хорошо. Это важно. Вопросы важные. Это каждый должен сам себе задать, я думаю, больше. Тем более, дать исчерпывающий ответ общий. Я затрудняюсь. Может, Равчерки были? Может быть, мы на этом остановимся? Да. Давайте на этом остановимся. До конца не читала. Хорошо. Гриша, вопрос повис в воздухе. Топором, вообще говоря. Ну. Ладно. Когда ты не приходишь на какие-то занятия, у нас явно не хватает цинизма возникает. Что такие хорошие? Ты, Саня Анатольевская, сказал Равчерки, мне кажется, надо услышать и спросить, мне кажется, это не цинизм, вообще говоря. Может, какой-то юмор, тонкий, не тонкий, каждый оценит. Это русское слово цинизм. Почему? По отношению к Ришнику цинизма нет. Цинизм – это нехорошо. Я не циничный человек с того процесса. Нет, нет, нет. Ты не циничный. А это… Ну, как? На иврите это не совсем то же самое, что на русском. Циниют – это так, с подколкой. А, это ради Бога, пожалуйста. Ну, у нас как бы оживляж, правильно? Ну, они бы циниют. Потому что я циник. Кстати, циники тоже… Циники, знаешь, кто такие, да? Циники? Нет, не знаю. Сам… Кто такие циники? Киняки они, на самом деле, называются. А, киняки. Это очень интересные люди, вообще говоря. Их так обзывали собаками, и они потом стали себя сами… Да, мы собаки. Окей. Ну, ладно. Тоф, мы плавно заканчиваем наши занятия. Спасибо всем, кто присутствовали. Так что, я думаю, что мы подойдем к Тубишвату уже с полным пониманием важности того, что мы поедаем. Последние годы все поедание, кстати, замечательных фруктов, которые символизируют землю Израиля. Они все из Турции привозили, как стало известно. Ну, это так я в кавычках говорю. То есть… Из Турции оказались, что они все вообще… Ну, нет, неправда. Финики – Израильский. Правда. Я тебе как циник говорю. Из Турции они… Из Турции – это инжир, а финики – Израильский. Ну, финики, может быть. Беседер, будем жить финиками. Финики – Израильский. Вот вопрос аллахический есть по финикам и инжирам. Сейчас ведь год шмиты. Можем ли мы есть финики из Израиля на Тубишват? Нет, нет, нет. Это не относится пока к фруктам. Это в будущем году фрукты. Это пока относится только к геракот, как сказать, к овощам, травам и все прочее. То, что выросло сейчас. А фрукты, если же в прошлом году завязали… Все фрукты в Израильске, они все прошлогодние, соответственно, разрешены по-любому. Да, да, да. К ним сейчас не относятся год шмит, а к фруктам нет. Супер, спасибо. Ешь ананасы, Рябчиков, Жуй не мог не сказать. Ананасы, кстати, я не знаю. Ананасы – это как раз оба. Израильские финики. Про ананасы надо спрашивать у Раба. Окей, сабаба лагамры. Тов, ну хорошо, у нас сегодня большая программа. У нас за этим следует иврит. Те, кто хочет почитать – почитать. Те, кто хочет читать, понимать и разбирать – библейский иврит. Окей, а потом у нас экспресс-новостной иврит. Будьте в курсе новостей Израиля. И будьте на сленге разговариваться. В соседнем гастрономии. Правда, магия. Бетсинивает, бетсинивает. А может, бетсинивает. Да, бетсинивает. Я думаю, вам поможет вообще, говорят. Окей, будете покупать булочку и говорите сабаба. Тоже хороший вред. Сабаба лагамры, да. Тов, ну хорошо, все. Всем счастливо. Пока. Продолжаем. Оставайтесь на нашем канале, как говорит Нахам. Пока, пока.